Всем привет, чуваки! С вами снова Лёха и это четвёртая часть моих ужасных заказчиков. Ну, тут, наверное, даже не про заказчиков пойдёт речь, а про случай, который произошёл сегодня, и это просто какая-то дичь. Этот ролик должен был быть вообще на другую тематику, но произошло то, что произошло. Поэтому, ребят, сейчас поставь лайк этому ролику, напиши любой комментарий, подпишись на канал, тыкни колокольчик. Мы всё ещё идём к 100 тысячам, а я напоминаю, что на 100 тысяч я разыграю кастом на iPad, по подсказочке сверху. Короче, в чём прикол произошедшего? Просыпаюсь я сегодня утром и, как всегда, начинаю чекать директ своего инстаграма. Вижу интересное сообщение с ссылочкой на авито. Ну, я, в принципе, привык, что школьники рисуют что-то подобное моим работам, пытаются это продавать где-либо, ну и на авито это уже было не впервой, поэтому я подумал ничего интересного. Ну, а когда я открыл эту ссылочку, моё удивление было немножечко, как бы вам сказать, очень сильным. Я просто не хочу материться, потому что монетку заберут. Но вот сейчас вы видите скрины данной публикации и у меня только один вопрос. Как этот чувак достал скрины историй, именно этот хост я публиковал только в историях, вот в таком положении, примерно год назад? Это вообще один из моих самых первых больших заказов. И типа, йоу, чего, какие 70 косарей? Даже я за столько его не продал, алё. Естественно, я зашёл к нему в профиль и начал изучать, что же он продаёт. И что бы вы думали? Да, естественно, ещё одна моя работа. Ну, это хотя бы более свежая. Но ценник в 12 косарей меня всё равно удивляет, потому что этот хост был продан за 4000 рублей. И типа, чё, чё, это, что это вообще такое? Я просто, я, у меня такое впервые, я не могу понять. Но я бы сегодня хотел высказать свои мысли как раз-таки по поводу подобных ситуаций и вообще к чему такое может привести. Ну, во-первых, с вероятностью в 150 тысяч процентов я могу сказать, что это обычный мамкин недоскамер. Потому что данные работы находятся абсолютно у разных владельцев. И я не думаю, что он нашёл этих людей, выкупил у них эти работы и пытается теперь продать за такую цену. По одной простой причине. Ну, я не палю своих заказчиков в какие-либо их там адреса, координаты, хоть что-то, короче. То есть они никак не могли на них выйти по одной простой причине. Ну, у них нет информации. Я публикую только тех ребят, которые сами этого захотят или сами этого попросят. Значит, 90 процентов это просто школьник или может быть не школьник, просто кто-то глупенький взял мои работы и такой типа, сейчас я наврю бабок. Вот что может быть плохого в данной ситуации для меня? А как раз-таки тут на самом деле очень плохие последствия могут быть для меня. Благо я уже, естественно, кинул жалобы на эти, как бы, его собственные работы. Поэтому, надеюсь, совсем скоро их забанят. Во-первых, как вы могли понять, это как минимум мошенничество. Потому что чувак пытается продать то, чего у него на руках 100% не существует. А как вы знаете, мошенничество это все-таки у нас в России, да и во всем мире, это такая статья уголовного кодекса. Поэтому вот. Что же может быть мне в такой ситуации? Допустим, представим утопичную штуку. Какой-то чувак заходит на Авито, он знает меня, и вдруг ему попадается моя работа на глаза. Естественно, он может ее купить на Авито. Зачем ему писать мне в Дирик, зачем ему писать куда-то еще. У него же есть вот пост на Авито. Он может спокойно заплатить денежки этому человеку. А скорее всего, этот дебил работает типа по Авито-доставке, вот этой вот схеме скама через Авито-доставку. Поэтому я не удивлюсь, если какой-то левый человек захочет картинку, приобретет у него ее и не получит ничего. А прикол-то в том, что потом он будет писать мне уже в соцсети моей и говорить, «Йо, чувак, почему ты меня кинул?» А я как бы буду сидеть и думать, «Хм, а ты кто вообще?» «Как я тебя мог кинуть?» «Пожалуйста, скажи мне». Потому что, ну камон, типа покупать на Авито вообще что-либо страшно, но в таких моментах это же дичь. И плюс этот чувак еще и поставил ценники, которые для того региона, где он выставил, в принципе, неплохие. Потому что я посмотрел, в принципе, обстановку там на московском, питерском Авито. Чаще всего художники непопулярные, ну, в плане именно блогинга, в плане именно рисования там в соцсетях и прочего. Они продают подобные работы как раз-таки там по, типа, 10, 20, 30 тысяч рублей. И этот чувак, в принципе, поставил более-менее адекватную цену. Но, я повторюсь еще раз, даже у меня таких цен за такие работы нету. Типа, камон, это же вообще дичь. Дальше это достаточно сильный удар по моей репутации. Если этот чувак что-либо продаст от моего имени и, естественно, человек не получит работу, это, в принципе, такой достаточно сильный удар по тому всему, что я делаю. Потому что, ребят, ну, типа, если бы я был прям полноценным нунеймом, то окей. Может быть, еще это, это все бы сгладилось. Но, типа, у меня на ютубе 75 тысяч, у меня в тиктоке почти 800, у меня в инстаграме, типа, 45. И, как бы, ну, такое себе. Потом, как бы, сидеть, все это решать, чуваку деньги из своего кармана возвращать. Ну, это не клево. Я просто не понимаю, чем вообще, как бы, думают люди, которые занимаются подобной штукой. Типа, для чего? Ты хочешь чего? Халявных денег? Или ты хочешь, чтобы тебя заметили люди, чьи работы ты пытаешься перепродавать, хотя эти работы уже проданы? Типа, для чего это все делать? Вот, человек, если ты смотришь это, напиши в комментарии на ютубе. Я тебе даже плохого ничего не скажу. Ну, естественно, скажу, что мудак. Но, типа, прям очень сильно плохого не скажу. Просто зачем? Для чего заниматься подобным? Типа, репутация в арт-комьюнити, это такая штука, которая зарабатывается не за секунду. Тебе нужно рисовать очень много. Особенно, если ты работаешь на заказ, то, как бы, из-за подобных людей я могу потерять вообще полностью свой доход. То есть, один раз произойдет что-то подобное, и все. Для людей я мудак, который кидают всех на деньги. И для меня, знаете, это немного не прикольно, потому что жить-то хочется нормально, кушать-то хочется как бы. Тут даже не в ценнике, который выставил этот чел дело. Тут именно в моем уже ментальном состоянии и репутационном состоянии. Потому что даже если этот чувак скамнят кого-то от моего лица на 500 рублей, это все равно гигантский удар по моей репутации. И, естественно, Леша без заказов, Леша без денег, Леша сидит и такой, О, прикольно, теперь весь интернет думает, что Леша это мудак, который кидает всех на деньги. Но, как-то, знаете, мне моя репутация и моя дальнейшая жизнь, а именно я хочу связать свою жизнь как бы с блогингом и рисованием прям плотно, чтобы это стало прям моим основным делом и приносило мне, ну, такой стабильный хороший доход, как бы кидать человека, там, и за 500 рублей, и за чего-то еще, ну, я немного не собираюсь, потому что мне от этого смысла нет. Все заказы, которые я делаю, это как раз-таки тот контент, который я выкладываю. Это то, что я выкладываю на YouTube, выкладывал раньше в TikTok, то, что я заливаю там в паблик, в Instagram или еще куда-то. Типа мне моя репутация как художника и как блогера очень сильно дорога, потому что я этого добился не за один день. Я, чтобы вы понимали, вот в три с лишним года веду этот YouTube-канал, и только в этом году у меня хоть что-то на нем получилось. Я не хочу это потерять просто из-за каких-то малолетних овощей, которые продают то, что я уже давно продал, и просто наживают на этом бабки. Проблема как раз-таки в том, что я никак не могу отслеживать подобные штуки. Да, вот мне сегодня скинули это, я увидел, я кинул жалоб. Но, а вдруг есть еще подобные вот этим вот людям, школьники, которые как раз-таки, типа, делают вот эти вот фейковые объявления, пытаются продать мои работы или еще что-то, и типа, зачем, за что? Мне кажется, они просто не понимают, к чему это может привести в дальнейшем, и насколько это может быть страшно для человека, у которого они как раз-таки это все воруют и пытаются его скаметить. Тип, если ты хочешь зарабатывать на своем творчестве, так зарабатывай, только на своем. Рисуй. Типа, в чем проблема? Просто сесть, начать рисовать, и со временем ты разовьешься в человека, который будет прикольно делать, прикольно смотреться, и ты сможешь на этом зарабатывать деньги. Зачем пытаться обмануть людей, причем еще и не от своего имени, а от имени другого человека, который является, как бы, ну, для некоторых людей, может, там, примером или еще чем-то. Потому что я понимаю, там, вот эти вот кручие инстаблогеры, которые кидают там людей на рекламу, в гивах, там, прочим, вот это, да, окей. Они этим зарабатывают бабки, им, в принципе, плевать на свою аудиторию, но, типа, вы сами можете увидеть, что реклама у меня есть только на ютубе, и то иногда, и то только, типа, нормальных продуктов, а не какой-то там дичи, типа, ставок, букмекеров и прочего, прочего, прочего. Потому что для меня это все-таки, ну, как бы, я понимаю, что я делаю, и я понимаю, что я это несу в массы, и для людей, может быть, это будет как, ну, что-то, что-то, что-то типа, ну, такое. Они подумают, ну, блин, он же рекламирует букмекеров, значит, я тоже могу рекламировать букмекеров, и вот так это все происходит. Нет, ребят, еще раз говорю, я не хочу того, чтобы от моего имени скамить людей. Ребят, скажу еще раз. Я продаю свои работы исключительно в своем инстаграме. Только там. Нигде, никогда и ни в каких условиях только в инстаграме. Да, ребят, ситуация, конечно, жесть. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты, тыкайте колокольчик, и до следующего ролика. Ребят, если вы хотите заниматься подобным, я вас прошу, не делайте, не портите людям репутацию. Пока!